Всем привет, с вами Ульки, и это Alienzone Plus HD. На самом деле мне довольно странно, потому что HD версия и просто Alienzone Plus, они обе бесплатные, и в чем разница, я не знаю, ну, как бы разница понятна, но почему именно так, Лена узнает. Вообще, я посмотрел в этого разработчика много есть интересных игр в таком стиле, ну, типа экшена, и мне интересно вообще посмотреть на них все, но они все, грубо говоря, однообразные, но посмотрим на самом деле. И, помимо этого, у них есть еще, у него, у него есть еще Alienzone Raid. По сути, это продолжение этой же игры. Но мы посмотрим, как покажет себя вот именно эта игра, а потом уже посмотрим, стоит ли дальше продолжать смотреть остальные игры. Так, ладно, у нее, как я понял, нет русского языка, это печально. Так, есть магазин, я не вижу, я не вижу настройка. Это прокачка, окей. Ладно, давайте старт. В принципе, графоний более чем приятен, хотя... Хотя по какой-то причине он пиздец, как фризит. Не знаю, может быть, у меня еще игра не прокрутилась. Но пока что это фризит жестоко. Просто... просто жесточайше. Может быть, это как раз из-за HD-версии, что я хер его знаю. Но, знаете, даже не фризит, оно, как сказать, подлагивает ровно в тот момент, когда появляются монстры. То есть, в принципе, по большей части, когда они появляются, я могу понять. Но, с одной стороны, блин, это кайфово. Это довольно кайфовая игрушка и приятно на вид. Сталка вот русского языка нету. Просто было бы, наверное, интересно. С другой стороны, а есть ли тут вообще сюжет, или это просто бродилка по подземельям, и больше нету ничего? То есть, если это бродилка по подземельям, то, как бы, вообще плевать, есть тут русский язык или нету? Так, по большему счету, тут самые простые слова будут. Итак, все поместим. Так, кредиты. Сколько кредитов всего лишь набрали? Это маловато. Ты же, блядь, окружили книги. Мне интересно. Так, ладно. Это у нас... Снизу у нас, получается, турели, но мы пока их что-то ставить не будем. Так, были какие-то приколюхи. Так вот, турели мы пока ставить не будем. Мне... А, по нему нужно? Мне нужен ключ. Хорошо. У тебя как-то можно экипровать или что-то тут сделать. По сути, вот это вот, да. Так, апгрейд. Апгрейд. Подожди секунду. Почему два апгрейда, но нету в клипах? А, вот. Экипровать. Понятно. Так, подожди, что на мне вообще стоит? Закройся. Что ты такой и что ты такой. И они автоматически экипируются. Да, они автоматически экипируются, поэтому мы просто меняем оружие. С этим мы разобрались. Вопрос. У меня нет ключа, чтобы открыть. А где взять этот ключ? Вот это турели. Мне интересно, вот это что такое? Ну, теоретически, это энергетический щит, который работает. Пять секунд. Да, это... Эта хрень просто убивает всех, кто находится вокруг меня. Блин, слушайте, они неплохая пушка такая, я вам скажу. Я, конечно, управление немножко запоздало. То есть я нажимаю кнопку огонь, пока она достанет свое оружие, пока она начнет стрелять. Есть некий минус в этом. Хотя, с другой стороны, я бы не сказал, что это такой определенный минус. Это интересная механика. Стопе там кто-то шмаляет по мне сильно. Лет свой. Да, это свой. Защищайте меня, пока я перезаряжаюсь. Тихо, тихо, ну не трогайте меня. Прогайте вот этих двух мужиков. Мне не надо. Укибаем их задачу, чтобы стоять, охранять. Не, вообще, кайфово. Кстати, лагать перестало. Скорее всего, просто подгрузка была. Каких-то определенных файлов. Черт его знает. Тут ничего сделать не нужно, нет. Ладно, идем дальше. Давайте походи. Секунду, заглянем в магазин. Понятно. Можно покупать, в принципе, магазин тут. Тогда возникает второй вопрос. А есть ли тут вообще какое-то разделение на уровне или что-то такое? Так эта херня, получается, оглушает монстров, которые на нас попадают. Хорошо. Получается оглушалка и щит у нас есть. Я думаю, что это можно будет менять, либо как-то улучшать. Хер его знает. Я что-то ее зафликал, пропустил этих монстров. Ладно, у нас здоровья много, в принципе. По какой-то причине у нас до сих пор идет первый уровень. Да, конечно, уровень тут слишком медленно копится. Вопрос только на что влияет этот уровень. Хотя вопрос отбал, потому что он влияет, получается, на улучшения, которые мы можем потом использовать. Довольно странно. Камера сама по себе движется. А, окей. Сейчас мы подходим к теме и начинает меняться. Так вот, свой. Свой. Хорошо. Ляд, тихо-тихо, ребята. Заглушаем их. Не убиваем. Довольно, кстати, полезное мнение. Второй ящик отключения до сих пор у меня нет. Заглушаем. Что-то как-то вдохновод появляется. Ну, это, кстати, огромный плюс. Хотя бы просто по пустоте не бег, ему в поисках маленьких каких-нибудь монстриков. Алоэ Крит. Хорошо. Продолжаем. Куда я могу пройти? Нет. У нас опять ключи какие-то появляются, но я их не могу взять, и меня это немножко бесит. То есть, зачем тут они нужны, если у меня нет ключей? Где их взять, вообще не ясно. Либо писали бы, где их можно добыть. То есть, в магазине, где-то смотрится, попадают. Нет, увы. Нигде об этом не пишут. В общем, мне вот эта игра напоминает последнюю игру про Alien, которая вышла на компе. Я не помню, как она точно называется, но она довольно-то тоже графастая была. И, в принципе, в таком же стиле. Но только там можно было управлять сразу, по-моему, четырьмя или двумя людьми. Плюс она была, ну, типа локалки. Короче, кайфовая игрушка была. Можно было погонять. Так. Слушайте, а вот это вот. А, ну, собственно, вот наше умение. Next level 5% это damage. Это повышение здоровья. И пока мы это не прокачаем, мы не можем... Мы не можем что-то даже прокачивать. Понятно. Ну, предположим, второе мне не нужно. Давайте один из пяти. Ясно. Когда мы прокачаем все пять уровней, получается, мы сможем открыть следующую ветку умений. Ладно. Ясно. Понятно. Тогда возникает все равно тот же вопрос. Возвращаемся к первому вопросу. За что отвечает уровень в этой игре? Может быть, если я нажму? Нет. Ничего не появляется. Весь я выполнил. Замечательно. Возвращаемся в город. Ну, как такового сюжета тут нету. Поэтому, в принципе, то, что оно на английском, на русском, абсолютно не важно. Давайте посмотрим, сколько тут уровней. В общем, 20 уровня. Слушайте. В принципе, в принципе, побегать даже есть где. Новое. Что новое? Черт его знает, что новое. Это мы можем открыть. Да, по сути, можем открыть. Кстати, ключики. И это будет только через четыре минуты. Хорошо. У нас есть 200 баксов. Так, это мы можем экипировать. Вопрос. Что у нас сейчас стоит? Вот очень, очень печально, что нельзя посмотреть то, что стоит у нас. Я туплю. То, что стоит у нас, это как раз написано экипировка. Все ясно. Это что? Это как это? Это... Как они называются-то, блин? Забыл. Не дроны, а импланты, короче. Да, это импланты, которые отвечают за какие-то определенные характеристики. Ну, да не суть. Кстати, тут можно покупать разных персонажей, как я понял. То есть, это стандартный персонаж, но можно увеличить количество наших персонажей. И что у нас тут? По страде интереса. Я потратил уже ключик, скорее всего. Да ладно. Я просто не знаю, какие ящики стоит открывать, какие не стоит открывать. Поэтому, собственно, не думаю, что стоит заморачиваться по этому поводу. Получать. То есть, они идут по времени. Они идут по времени, но... Вопросы, они будут вечно идти или потом когда-то закончатся. Он будет подумать, посмотреть. Вы... Где хоть кто-то? Монстры? Вот они. Здравствуйте, твари. Как у вас дела? Вы погибли. Что поделать? Вообще кайфовая игра. Вот чисто побегать она кайфовая, но... Не знаю. Какой-нибудь. Хорошо. Вот именно в плане... В плане прохождения, не знаю. Такое себе. Нет ни сюжета, ничего такого. Ну, что она графастая. Буквально. Механика. Стандартная, скажем так. Настроек только вот единственное нету. Слушайте, я не хрена себе вас там. Стопы. Тихо. Вообще, какое мне стыдно на маленькую девочку нападать такой толпой. А вдруг я не... Вдруг она не вооружена была. И вдруг она у вас лоится. Нападали бы по одному. Тупик. Был бы. Угу. Все-таки тут есть что-то разговорчивое. Так, это какие-то зомбаки. Парирующие на земле зомбаки. Хм. Довольно интересно. Так, ничего не можем забрать тут. Мы можем забрать сундук. Давайте тоже откроем, посмотрим, что тут есть. Имплант есть. Не знаю, бесполезная херня. Ну так, черт. Нет, оказывается, тут есть все-таки какой-никакой сюжетка. Какая-никакая. То есть, просто бесцельно бегать мы не будем. Здравствуйте. Мне, типа, тебя защищать нужно или что? Теоретически его нужно защитить. И тогда возникает второй вопрос. Нахера ты идешь прямо к монстру? И ты, типа, сражаешься со мной? Это, блядь, бесстрашно, мать. Без оружия, без нихера. Бессмертный ежик. Так, тут заперто. Поэтому, поэтому туда мне нужно идти. А, ну да, все, он открыл. Тогда проходим дальше. И, и, и. Так, мне нужны тысячи кредитов. Чтобы прокачать дальше атаку. Потому что хпшку я не вижу смысла прокачивать. Мне ее пока за глаза хватает. Вот оружие я бы все хотел новое получить. Но вопрос только в другом. Где его брать? Хотя нет, его понятно, где брать. Он выпадает либо с монстров, либо с сундуков. Получается, больше его никак не получить. Нет, почему не получить? Вот магазин есть. Так, это что? А, это качество оружия. Понятно. Это специальные темы. Кстати, можно ключики покупать за 200 золотых. Вот такой себе. Так, мы можем взять мифическое оружие. Катков, катков нету. Каткова пистолетов. Слушайте, а у меня есть вообще такая валюта? Нет, у меня нет такой валюты. Это за голду идет. Ладно, я думаю, пока со стандартным оружием походим. Не особо страшно пока что. Справляемся, хорошо. Ух ты, блин. Что-то я опять забылся. Не заметил этих тварей. Откуда они вообще вылезли, интересно? Ну да похер. Здравствуйте. Какое дела? Оглушаем. Перезаряжаемся. На самом деле это кайфово. Вот так вот уничтожать зомбаков. Конечно, это не только зомбаки, но это кайфово. Приятно, скажем так. Давайте. У нас получается остается еще после этого один ключик. 46 кредитов. Блин, очень мало кредитов. Давали бы их с каждого убитого монстра. Было бы интересней. Так вот. У нас остается последний ключик, который мы, скорее всего, используем вот на этот ящик. И... Херню какую-то нам дали на самом деле. Давайте зайдем, может быть она полезная будет. Херня, 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 херня. Могу это продать? Да, я могу это продать. Ну, пускай пока лежит. В принципе, на данный момент это не мешается. Склад кредитов. И ловушка. Очень много промахов по этим тварям идет. Блин, перезаряжаться я давно начал. Так, погодите, не нападайте. Мне нужно глаз почесать. Так, все. Интересно даже, почему промахи идут. По сути, не должно быть совершенно. Ладно, похуй. Монстрыки. Здравствуйте. Какое дело? Что-то с них выпало. Еще монстры. Да, вот их до хера слишком. Не рвемся вперед. Интересно, каком нужно будет первый босс? Медикаменты взяли, стоп. Все живой. Я хочу посмотреть, как будет выглядеть битва с боссом. Так, терминал открываем замечательно. Тут у нас что есть? Да, кредиты. Кстати, приятно то, что вот, знаете, вот если брать оригинальный, оригинальный, элемент шутер. Там нет вот этого поворота камеры, и получается то, что если вы в стену уперлись, вы не видите. То есть чисто на ощупь идете. Тут же вот то, что приятно. Вот мы встали вот так вот, камера повернулась, и мы прекрасно видим, где наш персонаж находится. Это однозначный плюс. Поэтому это кайфово. Как-то мы их начали уже слишком медленно пробивать. Не то, что медленно пробивать, а слабенько дамажить. Не нравится мне это особо. Сквозь стену фликнул. Давайте сюда забежим. В любом тут что-то должно быть. Да, тут есть куча кредитов. Но мне нужно косарь кредитов. Ничего там больше не открылось. Подожди, где это было? Вот. Нет. Ну да, получается, смотрите. Тут нужно 5 улучшений, тут 10, 20 и 30. То есть когда мы будем так улучшать, то будет открываться что-то новое. То есть золото нам придется копить в херовую тучу. Не знаю, насколько это будет сложно, не сложно, но пока что, пока что, в принципе, не особо замечаю, чтобы это было как-то сложно. Хотя, с другой стороны, это только второй уровень. Тихо, тихо. Не подходим к нам. Отошли. Может быть, просто потом будет. Блядь, вы что встаете? Слышь, да я вас только что положил. Давайте вы просто отдохнете. Какое-то оружие. Да. Мы будем подобрать сейчас. Давайте вдохните уже. Вот тут есть, да? Все. На мини-карте не отображается. Это немножко раздражает. Так, больше дамага, но меньше крита. Я вот даже не знаю. Абгрейт я не могу сделать. Тоже синий предмет. Давайте, пожалуй, экипируем и посмотрим, как это будет. Ладно, пускай так. Так, мы это активировали. Хорошо уходим тогда отсюда. Просто криты у меня все равно не так часто вылетают. У меня на домах будет поважнее, чем криты. Сейчас, с другой стороны, смотря как тут криты работают, если же они работают, типа, как удвоение, то есть, допустим, обычно атака у вас 20, а криты это 40, то криты такое, скажем так, немного посредственное. Приятный бонус, но не более. Если же криты идут, типа, атака 20, а крит может там в 60 или 80 будет, тогда это уже получше. Какие-то новые чудовища появляются. Ну, естественно, они что-нибудь опасные. Это типа мини-босса. Это ясная херобора. Ладно, ладно, ладно. Довольно интересно. Хорошо, что я в эту сторону не пошел. К этому скоро уровень, я понял. Что тут есть? Кредиты. Кредиты, например, кто человек. Ну, еще с тобой. Откуда бы только что, что не было, откуда вы взялись? Так, еще какое-то оружие. Не оружие, а что там делать? Девать. А вот это минус, то, допустим, тех же противников, но уже не видно. Ну, да ладно, не так уж страшно. Так, опять эти твари лезут. Нет, все-таки кто-то оружие получит. У него хоть нет плита, но оно значительно лучше дамажит. Хотя не так, чтобы сильно отличался от того. Минны какие-то выпали. Интересно. Опять критит. Блин, как-то за уровень мы набрали, сколько там? 400, да, от силы? Мало. Очень мало. Хотелось бы больше, чтобы прокачать дальше уровень. Видишь, вот эти ключи кончились. Да. А, тут нужен золотой ключ. Интересно. Чекпоинт. Миссия выполнена. Вот такой интересный вопрос. На хрена тогда тут чекпоинт, если это в конце миссии? Странно. Ладно. Вот такая вот игра. Вот так она выглядит. Кстати, давайте пооткрываем всякое разное. На четвертом уровне открывается. Ну да ладно, посмотрим потом. Довольно интересная игра. В принципе, побегать, поубивать время прям отлично. Она даже не требовательная особенно. Единственное, вот хотите, если не хотите там ID-шку качать, чтобы у вас так не подлайкало, когда монстр появляется. Я не знаю просто. Может быть у меня подгружалось. Короче, хер его знает, от чего это было зависело, потому что оно в какой-то момент было, в какой-то момент не было. Практически всю игру этого не было. Просто качайте, не айжите версию, вот и все. Может быть как-то там будет по-другому. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Спасибо.